Привет, друзья, ребятушки, с вами Юранка, и вот один из моих зрителей попросил меня... Как-то у него ник был. По-моему, я уж не думаю, что это настоящий Гарик Харламов, потому что у него ник был именно такой. Попросил меня... Так, всё подвисло, я не знаю, слышно сейчас, не слышно, что происходит. Происходит инициализация. Но, здрасте, приехали, добрый вечер, я диспетчер. Так, с вами ваш Юранка, ребятушки, всех с Новым Годом, потому что этот видеоролик уже выйдет после Нового Года, так как у нас с вами Снайпер Лид, да, это публиковался. Игручка называется у нас с вами под названием Рим Ворлд. Значит, у нас с вами что будет? Какой-то братан в половине маски от какого-то карнавала, по всей видимости, какой-то платок висит у него на груди, какое-то кольцо, и что-то он пьёт из кубка. По всей видимости, какой-то люто единственный футболист, который обыграл всех остальных футболистов в каком-то мировом чемпионате. Ладно. Рим Ворлд. Ничего связанного с общего с Римом у нас с вами не будет, но что-то связанное с миром. Нам с вами предстоит, друзья мои, что делать. Это при помощи некоторых колонистов высадиться на планету, насколько я помню, и, собственно, её обустраивать. Неизвестная планета. Что и как, от чего, почему она с вами будет, нам с вами предстоит узнать. Обучение, наверное, может быть, проходить будем, не будем, я уж не знаю. Давайте с вами быстренько тогда запишем хотя бы один видосик и посмотрим, что здесь и чего и почему. Новое поселение. Аварийная посадка. Трое выживших, совершивших аварийную посадку. Классический сценарий МВУ Римор. Потерянное племя. Пять членов потерянного племени пытаются заново наладить свою жизнь. Сложный сценарий. Богатый следователь. Богатый следователь, путешествующий по вселенной. Очень сложный сценарий. Неприкрытая жестокость. В одиночестве, без одежды, без ресурсов. Выживете ли вы? Скорее всего, нет. Экстремально сложный сценарий. Новое, наверное, аварийная посадка. Что у нас с тобой есть? Трое из вас просыпаются в саркофагах криптосна. Криптосна, это вряд ли, что связанная с криптовалютой, поэтому не рассчитывайте, не найдитесь. Так. Под звук сирен искрежет металла. Вам едва удается добраться до спасательных капсул, прежде чем корабль разрывается на части. Спустя некоторое время капсула оказывается на поверхности неизведанного окраинного мира. Тип вашей фракции. Поселение. Выбрать трех человек из восьми. То есть, короче, типа, получается, пятеро подохли, а трое остались живы. Понятно. Начальные ресурсы. 800 серебра. Сухой паёк 50 штук. Слушай, это нормально. Даже военным столько сухопайкать не дают. Медикаменты 30, компания 30, винтовка, револьвер, нож из пласт... Пластали. Не знаю, что такое пластали. Это, по-моему, наверное, одновременно и сталь, и пластмасса вместе. Какая-то смесь непонятная вообще. Единорога с... 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 Сбульдогом. Бронештаны. Бронежилет, бронештаны. Это что-то тоже интересное. Такого сейчас, на самом деле, в наше время, это может быть, конечно, кевларовые пластины, если в штаны вшить, может быть, такое что-то... Будет подобное. Но что-то подобное такая была одежда у Джона Уика. У него такая рубаха была. Что-то по типу этого. Бронешлем из пластали. Случайный питомец один. Сталь 450, древесина 300. По карте будут разбросаны. Три обломка корабля с 720 стали и сухой паёк. Ну что ж, ребятушки, ладно, давайте нажмём далее. И поедем. Так, выбор ИИ-раскачика. ИИ-раскачика, события такие, как атаки пиратов, приземление транспорта капсул и нападение животных. События будут влиять на историю вашего поселения. Раскачика можно сменить в любой момент. Кассандра классическая. Какая-то баба в очках непонятных пластиковых для стрельбы. Жёлтых. Какой-то мужик с чупа-чупсом в зубах и с железной рукой. Какая-то баба с виноградом на ушах вместо нормальных серёжек. Интересно, кого бы выбрать? Даже не знаю, слушай. Так, сейчас посмотрим. Так, безмятежность. Режим песочницы. Отключены события, угрожающие поселению. Однако поселения всё равно могут болеть и испытывать нервные срывы. А животные иногда сходить с ума. Рекомендую для игроков, которые хотят защитить механики игры с минимальным затруднением. Строить, желающих расслабиться. Так, новичок в жанре стратегии. Желающий без помех построить идеальное поселение. Те, кто хочет, просто расслабиться. Строительство, поселение, приключения и рассказы. В этом режиме будет много возможностей для роста и процветания. Но и опасности не заставить себя долго ждать. Первое прохождение игры, любитель жанра стратегии. В опытных игроков... Ага, ну мы с тобой неопытные игроки. Мы с тобой давай выберем тогда режим, наверное, строительство, я думаю. Да, потому что здесь кровь и прах, выживание в битве против жестокого и несправедливого мира. Даже в хорошей игре, в некоторых словах, не будет возможно выбраться без потерь. Так, что такое ответственный режим? Игра сохраняется только при выходе. RimWorld задумывался как генератор захватывающих историй, в которых за каждым попадением следует возрождение. Слушай, что-то лютое вообще. Не, давай лучше строительство. Потому что вот мы с тобой как бы только начинаем играть, сейчас все будем сами изучать, обучаться всему, так сказать. И все, будем с тобой узнавать что-то новое для себя. Я впервые играю в эту игру. Вы, пожалуйста, уберите или ответственный режим, или режим загрузки в любой момент. В любой момент можете загружать... Так, можете сохранить, загружать в любой момент. Хороший выбор для тех, кто только изучает ремонт, для тех, кто по душе такой стиль игры. Режим также пойдет для вас, если, например, вы используете моды, которые могут сломать игру, или же если хотите только то, как минимум, перейти к ответственному режиму. Давай попробуем тогда тоже его выбрать. Так, зерно. Как вот написано, Corporation. Corporation. Назовем его Юран Corporation. Юран Corporation, вот так пускай будет. Размер карты мира. Диаметр планеты неизменный, но поскольку он гораздо больше, чем он требуется для игры, поверхность планеты генерируется не целиком. В противном случае это бы заняло длительное время. В этом поле указывается размер части поверхности в процентах от общей площади планеты, которую бы вы хотели сгенерировать. Давай будет полтос. Общее количество осадков. Общая температура, слушайте, я бы не хотел, чтобы у меня ребята замерзли. Ну, высокая, это тоже, наверное, плохо, слишком жарко будет, это очень тоже плохо. Так что умеренное, градусов 15 в последствии пускай будет. Ну, где-нибудь градусов 15-20 максимум, но не больше, больше бы не хотелось. Плотность населения пускай будет умеренная, вообще количество осадков, но, собственно, не хотел бы, чтобы была слишком большая засуха и слишком много дождей, поэтому оставим умеренное. Ну, я не думаю, что циклон на неизвестную планету у нас вдруг откуда-то с нашей планеты Земля до неизвестной планеты дойдет, где там тоже тетка будет стоять вот это вот возле хромаке, руками так размахивать, так и показывать. Вот здесь у нас циклон такой-то, там у нас такой-то, пришедший с планеты Земля и так далее. Так, мирный союз чужеземных, сфера интересов торговли, доверие, выживание, инфракция высоко ценит цивилизованное общение. Банда пиратов-каннибалов в конферминации говорит, что нападает на всех остальных вместо того, чтобы воевать друг с другом. Пираты не занимаются земляделием и строительством, вдобавка редко торгуют, а культура основана понятие крови и чести. Это шайка любит полакомиться человечиной. Нет, спасибо, нам таких, ребят, не надо. Это типа кто у нас будет, то есть мы с тобой можем что сделать? Мы с тобой можем создать сколько пожелаем, что ли? Не, давай по умолчанию оставим, ребят, я вот честно. Кто, если что-то из вас в курсе, пожалуйста, напишите мне в комментариях, как вот это, кого тут добавлять, как получше, как похуже, потому что очень большой генератор истории, и очень большой генератор, нереальный просто, я тут даже сказал вообще всего, что здесь можно только сделать. Генерация мира, официальный контент, кор, роялити и идеологии. У нас с тобой есть также три мода дополнительных. Мы с вами ожидаем создания. Но много времени это особо не займет. Так, батюшки мои, выбор места для первого поселения. Слушайте, здесь какие-то черепушки, я забыл, что это за черепушки. Но мне что-то как-то... Вети. Серый и камкроу, враги минус 80. Ну, враги минус 80, это меня уже радует. Холм террора, черные вампиры, враги минус 100. Это даже плохо, да? Слушайте, давайте в какое-нибудь хорошее место, чем-то на землю похоже, какая-то планета странная. Давай подальше от вот этих красных, от этих шатров, от этих каких-то, какая-то кеса, кесарей, фракция. Вот нейтрала, вот лучше к нейтралам, понимаешь? Так. Выборы для поселения. Ну, давай, ладно. Так, средний размер клеток. Размер карты. А, можно выбрать большой. Советы отсутствуют, написано. Нам с тобой даже никто ничего посоветовать не может. Весна, лето, осень, зима. Слушай, давайте... Автоматически пускай будет подбор. Ладно, давайте-то, наверное, давайте начнем на Вети, вот это вот, Вети. Пожалуйста, уберите место. Я выбрал место. Алло. Ну. Чего? Фракция. Так. Враги фракции. Нейтралы, ноль. Базовая репутация, минус 120. Диапазон базовой репутации, минус 100, минус 70. Влияющие факторы, стремиться к враждебности, минус 130, а не культ вины. Какой-то культ вины непонятный. Плюс 10. Не, давайте лучше на нейтралах, вот честное слово, ребят. Я хочу вот советы из серии. Мирный союз чужеземцев, моральный вождь Оксана Симмонс какой-то. Какой-то Симмонс, короче, у него, походу, у него мобила Симмонс, поэтому с ним все и дружат. Ну, все нормально. Мы сейчас с тобой на фиолетовом-то каком-нибудь появимся. Вот, я же сказал, на фиолетовое будем с тобой. Планета Юранка Штерна. Юранка Ш... Юранка... Юранка Рейшн. Юранка Рейшн какой-то. Размер карты 50%. Джаба Полукс. Джаба Финкс, или как он Джа... Джа Джа Винкс был у нас с тобой. Да в конце-то ты концов. Так, давай, Яндекс.Навигатор, вот мы тебе поставим метку. Хотя бы две точки маршрута. Куда? Откуда? Куда? Вот отсюда-сюда пойдем. Суммарное время в пути. Ну, в конце концов надо... Давай, это, слушайте, это значок гугла, походу, мы с тобой поставили. Не то, поэтому у нас с тобой игра не стартует. Что происходит в этой жизни? Батюшки мои, это что, такая карта здоровая, что ли? Ого, ты прикинь. Так, планета, далее. Фракция уже разместилась здесь своя поселение. В смысле? Ну и как мне начать-то, я... Да в смысле? Где мне появляться? Вы что, прикалываетесь? Поле... Поле... Какое-то... Как Раима какая-то. А почему не вся планета скрафтилась, эй? Подожди, сиди не враги кругом. Я не хочу реально с врагами. Дайте я на чем-то нейтральном начну. Хорошо, ладно. Вот здесь можно. А, мы с тобой можем в тундре высадиться. Сложить передвижение единицы. Вот, здесь у нас с тобой черная губа. Так, играйте классически. Rim the World. Fluid. Begin with a simple ideologian and develop a other time. Ребята, 11 минут. Мы с тобой только начинаем создавать, но вы просите, пожалуйста. Не плей, small variation. Human. Какой-то пурист. Какой-то bloody domination. Какой-то, короче, какой-то глаз на лбу. По всей видимости, третий глаз. Два глаза, короче, отказали у него. И у него только третий глаз на лбу появился. Первый на Олимпийских играх. Короче, какая-то полуразломанная шестеренка. Какие-то зубы. Голые ноги. Пятки. Обдрыстанные. Ну, нет, правда, это нормально вроде как. Пятки-то не обдрыстанные. Какая-то овечка со звездой. Крутая какая-то рука от этой фирмы, походу, компания Bloody. Разработчики A4H от Bloody и здесь тоже нашли свое применение. Либо же это из Властелина колец. Мордор что-то здесь делает. Потому что у них символы одинаковые. А может быть вообще A4H, эту самую компанию Bloody-то и разработали. Именно как раз-таки ребята из Мордора. Там, скорее всего, теперь, видишь, так сказать, Мордор меняет профессию. Они теперь стали более добрыми в наше время. Поэтому теперь они делают крутую игровую гарнитуру для всех геймеров. Ладно. Так. Мид Классик Лайка. Геймплей с Мол Вериейшн. Так. Какие-то, короче, индивидуалистикс. Какие-то индивидуальные. Классический Рим Ворлд. Рабыня, чумной доктор и менеджер. Офицер полиции. В смысле, оставлен. Нет, давайте бабу возьмем. Челкастый. Какой-то босс мафии. Коматозница. Дальний бой. 9-8. Строительство 2. Какой-то менеджер. Слушайте, вот менеджеры. Давайте, пожалуйста, мы с вами вот этих менеджеров. Они здесь нам не нужны. Это вот они где-то здесь, на планете Земля. Вот кругом постоянно трудятся. Кому-то что-то навязывают. Я этих менеджеров только с радостью оставлю где-нибудь на этом корабле. Мне такие не нужны. Они будут сейчас ходить, свои эти мобильные телефоны всем предлагать. Купите то, купите сё. Или свои всякие вот эти кредитные пакеты, услуги и всё прочее. Давайте мы его оставим лучше. Я не хочу вообще с ним. Ни в коем случае не хочу таких брать. Босс мафии нам тоже не нужно. Коматозница. Какой-то спелеолог какой-то. Художник Чипа Дейл. Дейл какой-то. Чё такое вообще? Так, умственный труд у него есть. Искусство тоже есть. Зачем нам искусство? Нам строители нужны. А строители у нас с собой какой-то менеджер, какая-то бабка есть. Слушайте, я, конечно, всё понимаю, но чтобы на пенсии бабе идти работать, старухи какой-то, какие-то магазины по продаже смартфонов, ну ладно, пускай так будет. Тико Эрик Эльрик какая-то, короче, бабу зовут Тико Эрик Эрик. Пускай так будет. Ладно, южный шпион. Дети считаются воплощением невинности, что делает их идеальными шпионами. Когда я вам вспомнил 9 лет, Эйрик начал обучаться искусству претекновения и сбора информации. Год пройдённый в клуб противника и сделали мастером лжи-манипуляции. Это вообще бабка какая-то. Какой мастер лжи-манипуляции? Посмотрите, это же божья бабушка, божий одуванчик. У неё вот самого одуванчика на голове. Вы что? Это мужчина? Походу, это трансгендер. Всё понятно. Дата рождения 8 июгуста 4909 год. Хронологический возраст 590 лет. А ну туда всё понятно, что у неё с лицом. Новая идеология, какая-то уверенность. Идеологический идеолог, вот так понятно. Брак мужчины моногамии. Мужчина может быть только одна супруга или супруга. Брак с двумя или более людьми. Запреты, понял как? Запрещено, знаешь почему? Потому что правильно, потому что это всё по писанию. У нас с тобой мы целые гаремы здесь устраивать не собираемся. У нас не ветхий завет. Ладно. Всё, короче, пускай будет баба. Короче, всё как есть. Давайте начинаем начать. Потому что я уже не знаю, ребят. Здесь столько всяких настроек. Игра весит-то немного. Она вышла в 2018 году. У неё, на самом деле, она реально очень мало. Так, короче, прилетели ребята. Здорово. Спуки какая-то, лошадь. Баба шестигранная. Бабка, давай шестигранная. Давайте за... Мне... Мне вами как управлять-то? А как мне им управлять-то? Куда ты, лошадь-то попёрлась? Чё происходит? Надзор какой-то. Так, сложная навыка общения. Средний уровень навыков четыре. Надзиратели просматривают за пленниками. Кормят беседу и вербуют. Дожди, а мне могут дать им управлять? Я не понимаю. Лето. Пять тысяч... Пятисотый год, прикинь. Первое югустово. У охотника нет оружия дальнего боя. Мне нужна тёплая одежда. Сесть сухой паёк, нам не надо с тобой. Так, надеть бронежные штаны. Взять оружие давай возьмём. Так, баба. Взять медикаменты. Так. Какая-то рука... Какую-то руку показывает бабке. Короче, внучка хочет этой бабке отдать. По всей видимости, репку. Хотя ничего она ей не отдала, на самом-то деле. Так, у нас с собой есть винтовка снайперская. Так, невозможно. Эрик не в режиме призыва. Так, нормально. Эрик не может включать насилие. А ну, ну, врач правильно. Ему это не надо. У нас добрый. Так, а что такое? У нас есть сухой паёк. Ребят, ничего не понимаю. Я не знаю, сколько серий по этой игре, честно вам скажу, выйдет. Но... А лошадь тоже можно лошадью управлять? А лошадь вообще там сама по себе ходит. Что-то вообще ни о чёмное. Дождя, мы состроить-то можем что-нибудь? Что-то баба тебя пописала. Прикинь, что делает. Ты посмотри, баба. Ты хоть бы за угол зашла бы. Как не стыдно здесь на дороге-то ссать. Ты что делаешь-то? Не, ребят, я, конечно, всё понимаю. Но нужно же иметь какое-то хоть... Хоть хотя бы грамм какое-то воспитание. Это в конце-то концов. Вы что? Прикинь, ну баба, что она? Молодец. Никто ей не объяснял в жизни, что нельзя так делать. Она взяла на салон на дороге. Вы что вообще делаете-то? Я говорю, по-доброму давайте будем. Нельзя так делать. По воспитанию надо быть, по воспитанию. У охотника нет оружия дальнего боя. В смысле? А ты что выкинул-то, дурачок? Забирай винтовку. Зачем нам древесина-то нужна? Он может дерево это взять? Невозможно. Не может, невозможно перенести древесин в своё место на стороне для хрена. Ничего не понимаю. Невозможно, медикамент разрешён только три препарата носить. Так, шапку можем взять с собой, надеть. На с собой смотри, значит, кому... Кто у нас взял снайперскую винтовку? Вот эту винтовку он взял. Надо ему, короче, взять бронешлем. Каску. Во, хорош. Простите, ребятушки, простите. Бывает. Так. Что у нас такое-то? Металлолом. Перенести. Куда? Баба, вот хоть бы за кусты бы отошла бы, отлила. Она на дороге всё сделала. Давайте, так. Что-то какая-то рука у неё нарисована. Недоступных разрешённых загонов. Фракция. Так, мир. Заданий у нас с тобой нет. Технологии. Так, пимикант. Смесь мяса, жира и негридов растительного происхождения, которые не пользуются очень длительное время. Идеально подходит для путешествий. На какашки больше похоже. Ну ладно. Не начнётся, пока вы не построите стол для исследований. А, ещё, короче, стол для исследований нужен, как в Майнкрафте. Всё понятно. Не, в Майнкрафте всё, конечно, попроще и попонятнее, чем здесь. Режим дня, питомцы, фауна, мир. А, у нас же с тобой здесь вообще никого нету. Ты посмотри, мы с тобой вообще далеко от других ребят находимся. У нас же с тобой, смотри, у нас вообще здесь своя территория. Мы с тобой где поселились-то? В другом месте от всех, на другой плане, на это самое, на другом острове. Они сюда вообще-то, я думаю, что не придут. Всё, у нас с тобой лошадь есть. Идеология, обзор идеологии, меню. Ребят, давайте строить начнём. Ребят, что происходит? Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне. Приказы производства. Мастерская художника. Стол для резки камня. Зачем? Швейная машинка, разделочный стол. Баба, ты чё там слегла-то, в конце концов? Хоть бы в деревянный ящик бы туда легла. Где у вас вообще ноги и руки? Чё вам только голову и телом нарисовали? Что за инвалиды у меня в игре? Баба, ты чё, умерла, что ли? А, нет, написано доволен. Рабыня. Баба довольная. Довольная баба, это хорошо. Бабы-то, они не всегда довольные. Они обычно бывают, любят покричать, повопить, поорать. Давай, бабы, погнали. Они как призраки летают, посмотри вообще. Ой, баба полетела, смотри, ой, прилетела. Так, мы с тобой можем побольше взять? Не можем. Подожди. Да, у меня носы, ребята, я прошу прощения. Это шмагни. Подожди. Да, надо было мне навести порядок с носом, потому что иначе это было неприятно слышать. Так, ладно, что у нас с тобой? Давай ещё раз проекты, производство, энергия у нас с тобой даже есть. Смотри, проводной кабель, выключатель, генератор на дровах, генератор на химтопливе, ветрогенератор. Батюшки мои. Приказы перенести, срезать, собрать, срубить, охотиться, забить, батюшки мои. Забивать мы никого не будем, я люблю животных, я не хочу такой жестокости. Давай мы с тобой кусты срежем. Так, мы с тобой возьмём... Ещё у нас с тобой есть проекты. Так. Приказы собрать. Растения для сбора урожая. Смотри, он сейчас траву, короче, порежет, порешает. Минимум спецэффектов, на самом деле, не знаю, ребят. Как-то, ну, такие вот ощущения у меня двоякие. Не особо как-то меня эта игрушечка прям-таки, скажем, затягивает. Есть, конечно, стратегии, я видел и получше. Здесь, конечно, много всяких разных штук, потому что всякие разные способности. Всякие разные, назовём это, возможности, да, допустим, перенести, мы с тобой можем копать, добывать. Нужно указать непроходимую добываемую породу. В смысле, это что, не непроходимая, не добываемая порода, не понимаю. Что с ним делать-то надо, с этим камнем? Охотиться, давайте на камень тогда нажмём. Ладно. Строить крышу. Свалка, склад, что это такое? Создать область для хранения мусора. Также позволяет расширить существующую свалку. Так, мы с тобой можем... Так, ну ладно. Пускай будет так. Так, баба, давай тогда мы с тобой построим. Мост, убрать мост, завеса, дверь, ограда, колонна. Так, этот, короче, мусорку строит. Всё, что ли? Серьёзно? И что это такое? Какой-то квадрат красный просто. Малевич нарисовал здесь. Склад. Давайте попробуем склад построить. Так, давай. Так, склад. Нет, уж, конечно, здесь... Ими ходить нельзя, понимаешь? Что он сделал? Ты куда аптечку-то спёр? А, они, смотри, что делаешь. Короче, штаны всё переносят, смотри. Очень странно, ребят, я не знаю, очень странно, что мне ещё сказать по этому поводу. Но я ничего не понимаю абсолютно. Мне единственное, что радует, что игра выдает 120 фпс. Вот это мне нравится. 120, 140. Прям идеально. А по поводу всего остального, конечно, сказать мне очень сложно. Потому что ничего не понимаю просто здесь. Как бы, в принципе, вроде как, если разобраться можно... Посадки, допустим, там, да, где у нас будут посадки. Вот так вот здесь будем сажать. Там баба насосала, там мы не будем ничего сажать. Всё, вот так давай. Вот так вот сейчас мы с тобой посадим. А, они автоматически всё разносят. Короче, им просто приказ надо отдавать. Смотри, вот метло, видишь, прибрал за бабой. Что вместо того, чтобы нормально в туалет свои дела справить. Она вот, видишь, как они воспитаны. Смотри, сажают. Сажают саженцы. Молодцы. А где, как этого лошади? Лошадь давай мы с тобой сейчас лошадь сделаем. Место для разделки. Рабочее место построили. Исследование электроплавильное. Давай ты там, не вурчи. Так. Какой-то school spike. Вообще ничего не понятно. Дозатор пасты какой-то, какая-то паста непонятная. Это, по-моему, вообще не разгрузчатая воронка. Это просто сральник. Может быть, его надо построить, чтобы она свои дела куда положено делала. Ничего не понимаю, что происходит в этой жизни вообще. Энергия. Ветрогенератор. Мы бы построили бы, но он вообще жесть какой здоровый. Ты посмотри. Ловушка. Мешки с песком. Баррикады. Метки загона. Деревянный знак для загона. Саркофаг. Могила. Да, даже могила. Коробка для яиц. Какой-то драм. Драм энд бейс можно было. Драм энд бейс построить. Короче, диджейский стол. Здесь музло бы играло бы на всю планету. Нормальная тема. Но здесь этого сделать нельзя. Смотри, лайтбол. Во, прикинь. Лайтбол это, походу, для клуба. Здесь можно клубняк будет себе построить. Нормально. Большая стелла какая-то. Надо для лошади теперь делать. Это загон. Нужно лампы поставить, потому что сейчас ночью темно, я боюсь, будет. Вообще ничего не увидят. Ну что ж, ребятушки. В принципе, было вроде как интересно посмотреть. Давайте засейвимся. Я просто не знаю, чего дальше, как вообще, почем, почем, почем делать. Вы, в принципе, сможете, я думаю, что кому интересно будет дальше смотреть. Я сохранюсь, я не буду игрушечку удалять. Написать мне потом в комментах, что от чего и как делать, зачем. Ну там, куда идти. Так. Юранкин. Планетус, так назовем его. Что от чем, что почем, потому что, ну как бы, ребят, я не знаю. Вот честно. Потому что, что дальше, как здесь вам рассказывать, показывать. Потому что я не особо, на самом деле, знаток. Но баба, короче, здесь что-то все засаживает. Какими-то подорожниками не поймешь, что ли, что. Только на плю сажает, потому что здесь вообще издалека не видно ничего. Картофель. А, это картофель, она, короче, хочет. Написано, голод, смотри. Эти поселенцы голодают. Раздобудьте им еды. Ну так пускай картошку и пожрет свою, которую она приготовила. Ну ладно. Ребяточки, короче говоря, мы с вами все посмотрим. Нужна теплая одежда. Температура за окном, пускай за минус 10. Все, мы с вами, я понял. Справа, справа, то, что здесь у нас с вами написана информация, что им нужно. Все. В общем, порешаем. Почему на самом деле их только трое? Остается только догадываться. Непонятно, почему. Не пятеро, не десять, а всего лишь только трое выжило из восьми. Это очень странно как-то. Но как бы у нас с тобой все равно есть мужик и есть баба. Вот пускай тогда она, короче, будет беременеть, я думаю, и будет там рожать детей. Потому что, ну как бы, это не дело. Почему у нас только трое? Давайте пускай бучок 10, 20. Потому что вы должны поселение создавать. Заселять, так сказать, эту планету. Так пускай тогда и все. Вступают в брак и вперед из песней. Водятся, размножаются, как положено. Ладно. Ребяточки, так что до новых встреч. Курить, не переключайтесь. Буду на все опытово. Мне не интересно самого Ширанка. Огромное спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также написать комментарий, если что-то вы не сделали. До новых встреч. Пока-пока, ребятушки. Не переключайтесь. Будет классно.